Но есть два варианта всегда, запомните, два варианта. Один вариант, мы взаимодействуем с Богом как судьбой, и тогда будет жесть. Что это значит? Это значит, что человек идет на поводу у судьбы. Он злится, он недоволен, он депрессняк входит, он чувствует несправедливость. Это означает поддался. Ну то есть, ясно, судьба бывает очень сильной, и человек может чувствовать жесть, несправедливость, плохо. Это все возможно. Но надо быстрее из этого состояния выходить. Потому что есть два типа отношений с Богом. Один тип отношений, это когда ты реагируешь на удары судьбы, жестко реагируешь, и начинаешь недовольным быть, угрюмым там, злым, протестуешь. И дальше судьба будет тебя мучить, продолжать. Ты входишь в такие отношения с ней. Ну то есть, есть отношения страдания по отношению к судьбе. То есть, если нравятся такие отношения, пожалуйста. Но есть другой вариант, понимаете, второй вариант есть отношений с Богом. Когда человек все принимает, совсем согласен. И это только первый шаг к другим отношениям. Все принять еще недостаточно. Нужно в этот момент настроиться на Господа, как на личность. Он, понимаете, он как судьба работает, как это его административные функции. Он там на работе. Он когда на работе, он нам дает плоды наших поступков. Просто он ничего личного, просто вот получи то, что заслужил. Понимаете? Но он еще может действовать как личность. А как личность он очень нежный, добрый, любящий, любимый. Понимаете? Красивый. Как личность Господь. И для того, чтобы он действовал как личность, мы должны забыть про свои заботы, забыть про себя и начать прославлять его слуг. Потому что Господь как личность начинает жить, когда он вспоминает про святых людей, про самых любимых душ для него. Когда он думает о самых любимых, тогда он становится личностью. И тогда только милость начинает действовать в сердце. Когда действует милость в Бога в сердце, все грехи, все препятствия, все страдания, все, что у нас там плохого есть, все начинает таять. Все начинает таять, понимаете? Как лед тает. Все страдания тают, как лед. Понимаете? Господь как личность действует через святых людей. Мы просто вспоминаем святых людей и сразу все страдания тают, печаль уходит. То же самое происходит, когда мы с добрыми друзьями общаемся. Добрые люди — это люди, которые идут к Богу. Вот все люди, они то добрые, то недобрые. Но когда все пришли на клуб «Лага», все стали добрыми. И в это время, когда вы общаетесь с правильно настроенными людьми, в это время действует Господь через их сердца как личность. И поэтому очень быстро все в жизни меняется. Понимаете? Это особый вид. Это то, что описано в ведах, понимаете? Люди часто думают, блин, Олег Геннадьевич, я приехал на три дня. Ну скажите мне конкретно, что делать, чтобы вот у меня бабушка, как бы там, или дедушка, или сын, или еще что-то. Это все нормально. Я могу сказать то, что я могу сказать. Но я сейчас хочу вам дать понять, что есть другая жизнь. Веды описывают, что люди, если просто находят время для того, чтобы вместе помолиться, вместе пообщаться о Боге, то в это время Господь начинает действовать как личность, и просто все страдания, они сгорают в процессе просто этого общения. И все. Как будто все остальное было наваждением в жизни. Вот, допустим, поднимите руку, кто из вас, вот после прошлых встреч, вот какой-то, допустим, на три дня вы приезжали, у вас как будто вот сердце такое облегчение наступило, что потом пошла жизнь по другому руслу совсем. Вот, видите, это означает, что вы сильно включились. Это и есть победа над судьбой, дорогие мои друзья. В чем победа заключается? Что вы смогли установить с Богом отношения как с личностью. Это значит, что вы только на милости живете, вы уже не живете своей судьбой. Знаете, люди, которые занимаются духовной практикой непрерывно и постоянно, цель духовной практики это и есть включиться в отношения с Богом как с личностью. Это включение происходит через добрых людей, через храм, даже через природу, если правильно к ней относиться. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, всюду веешь на просторе. То есть как к личности относиться даже к энергиям Бога. Тогда в этом случае у человека другая жизнь наступает. У него попадаются хорошие люди, они ему помогают. У него все начинает ладиться в жизни. Почему? Потому что другие отношения с жизнью. И он начинает воспринимать этот мир не как жестокий и страшный, а как нормальный. Этот мир может быть жестоким и страшным? Может быть. Если ты в слой невежества входишь, там мир жестокий и страшный. Этот мир может быть очень напряженным? Может, если в слой страсти входишь, мир становится напряженным. Этот мир может нести счастья много? Может, если ты в слой благости входишь, тебе счастье этот мир несет. Вы понимаете, хорошо, допустим, здесь вот во время, допустим, лекций, ретрита в целом, как бы чувствовать себя счастливым благостном слое надо это сохранить и там где вызовы судьба дает вот допустим самолете там или на работу идешь или на работе надо учиться этому дорогие мои друзья учиться находиться в настроении контакта с личностью бога смотреть на его отношение к тебе почему он дал тебе такую судьбу почему тебя с утра и до вечера работа одна где нельзя продохнуть ну хорошо если у тебя одна работа с утра до вечера так ты в это время учись думать о боге и тогда у тебя не будет одна работа вся жизнь придет время и все поменяется нужно просто включиться правильно нужно никогда не сдаваться допустим я еду в электричную как тут подумаешь о боге это твои проблемы ты должен это делать любой ситуации понимать никогда не сдавайся в любой ситуации пытаясь включиться в отношении с богом как с личностью означает думать о святости думать о чистоте думать о красоте одна девушка ко мне подошла такая села передо мной только смотрит на меня в чем смысл моей жизни я для чего живу здесь на этой земле как вы живете для бога то что это значит это значит что мы должны приблизиться так где он в вашем сердце здесь значит я уже приблизилась нет нужно восприятие менять восприятие сначала человек настроиться на позитив позитив это уже энергия бога энергии души потом дальше человек начинает любить с любовью относиться ко всему что достойно любви это еще ближе приближение к богу потом бог господь начинает открываться в виде святости святость это высшее проявление чистоты любви высшее проявление с низшим сознанием его не увидишь вот есть допустим святые на иконах но это же на иконах олег геннадь это там было где-то раньше а сейчас нет такого во первых и сейчас есть и там тоже есть это не раньше это есть прямо сейчас потому что когда ты на икону смотришь на изображение святого смотришь с верой то ты наступаешь не в контакт в контакт можно ступить через звук через картинку через все что угодно как это происходит я вам объясню вот человек рисует цветово кого какого-то да он может нарисовать не точно но бог знает кого рисовали если человек смотрит на святого на этого и пытается ним контактирует то бог доводит его до этого святого на тонком плане на психическом плане ты попадаешь в контакт с этой личностью понимать не надо бояться в этом мире человек живет только для победы он не живет для поражения и чувство собственно достоинства встает на место только в этом случае когда человек понял этот принцип как только понял что впереди победа просто я не имею нет опыта тогда сразу чувство собственно достоинства встала в центр и дальше что девушка становится красивым мужчина становится влиятельным человек получает то что ему надо получить для успешной жизни так только он поверил все а это вера может быть трех типов первый тип вера основанная на словах старшего вот ты допустим не имеешь опыта такого а старший говорит что это так поверь вот вера основана на словах поверь потому что так сказал старший все ты не знаешь сам поверь второй вид вера основанная на предварительном опыте что это такое предварительный опыт друзьями так получилось у меня такие бывают вот не в такой степени а чуть такое было но намеки какие то есть уже и третье это вера основанная на реализованном опыте у тебя такое было в жизни ты именно так все произошло ты так делал и так получилось вот когда вера основана на твоем личном опыте это называется реализованное знание это и есть настоящая крепкая твердая вера вера никогда не формируется просто на словах старше это предпосылки веры настоящая вера формируется в результате того что человек это проверил на своей жизни смотрите когда человек хочет вырваться в благость да он не знает что у него там хвост еще сзади есть какой хвост он же не дает бежать быстро а хвост может быть привязан к телеге этим хвостом является прошлая жизнь если ты хочешь благостной жизни тогда знаешь что ты должен сначала разобраться своим прошлым ты же там тоже чего-то хотел и бог говорит давай ты сначала вот сейчас разберись со своими родственниками потому что твое прошлое вот тебе сейчас хвост сначала вытяни из болота а а потом дальше будешь благостным ну то есть понимаете то есть как вот вы вытягивать хвост из болота в гордале геннадь у меня хвост что-то длинный и болото там много ничего страшного то ваш хвост рано или поздно вытяните и все будет нормально я что же вытягивал я когда вообще работать над собой начал меня мама вообще посчитала что я с ума сошел я рассказывал тесты там никто не друзья никто я в институте был один вообще то есть меня никто не понимал я был странным человеком там а сейчас со мной ребята учились девчата они мои лекции слушают меня отработают над собой не одноклассник даже с первых классов один слушать мои лекции а его сын он возглавляет клуб благоспителей одноклассник мой шкаф школы он начал слушать лекции сохранил свою семью в результате все меняется вообще все там чем дальше тем сильнее меняется дальше 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 говорится что когда человек стал святым он побеждает судьбу ну энергетически побеждает судьбу у 12 поколений своих родственников пост после до и 12 поколений после вот он стал святым он ангел хранит 12 поколений еще это сколько это 600 лет примерно на 600 лет он побеждает судьбу еще вперед и назад тоже побеждает энергетически это значит что нет шансов у них дальше в компьютерах сидеть нет шансов если в это сознание не был такой случай разок я как бы ну студентом иду домой спортивной одежде такой и ко мне подходит человек такой представляет и нож прям к животу выдавать деньги ну может обидеться же на меня там если он может подставить значит у него уже какие-то есть планы вот я говорю а у меня с собой нет денег я спортом занимался я не проникаюсь его сознанием я просто нахожусь на своей волне твердо и он говорит так где есть деньги я бы дома есть день он будет и чё ты мне их дашь из дома конечно дам он будет а почему я потому что деньги это ничто по сравнению жизнью правильно разумно пошли домой пошли все идем домой начал меня расспрашивать я рассказываю по-доброму как человеку потом приходим он говорит я на самом деле тебя провожал защищал от всяких хороший человек мне не нужны твои деньги